Едва температура на улице опускается ниже нуля, у автослесарей напротив начинается самая горячая пора. Очереди на шиномонтаж иной раз выстраиваются еще до открытия. Сезонный переполох здесь явление предсказуемое. Штраф за езду на летней резине уже с завтрашнего дня половина базовой или 90 тысяч рублей. И хотя смена комплекта шин обойдется примерно в пять раз дороже, заплатить придется только раз. А вот уже вариантов, как говорят, на все случаи. Для города лучше липучка, например. Для пересеченной местности сельских дорог лучше арктический рисунок. Шипы предпочтительно на укатанном снегу и на льду. Визуально зимние шины должны обладать одной из трех маркировок. Самое популярное у белорусов рисунок горной вершины и снежинка. Чуть реже встречается обозначение двумя латинскими буквами М и С. Допускается даже так называемая всесезонка. Еще одно требование к зимней резине – глубина протектора. Она должна быть не менее 4 миллиметров. Важно, чтобы уверенно себя чувствовал и водитель. Поэтому к скользким ситуациям автомобилистов начинают готовить еще за партой. Достаточно неверно сработать рулевым колесом, либо применить какое-то торможение, связанное с юзом. Либо резко ускориться. То есть масса вариантов, которые могут вызвать, спровоцировать, точнее, боковой занос. И автомобиль просто становится неуправляемым. Как я говорю всегда своим ученикам, что-то, почувствуя, не так пошло – это собраться, успокоиться и сбросить скорость. Но даже правильная реакция вкупе с неправильными шинами едва ли убережет от беды. И хотя статистика по несчастным случаям на дороге не делится, в зависимости от сезонности резины на колесах. С введения обязательной смены шин в январе 2015-го количество пострадавших в ДТП на дорогах к Беларуси снизилось на 13%. По прошлому году можно судить, что было значительно меньше ДТП, когда выпал первый снег и на летних шинах, например, автомобиль выехал в лобовую или не справился с управлением, съехал в Квет и опрокинулся, как это часто бывало раньше. Погода, правда, внесла свою лепту в печальную статистику на дорогах. На трассе Минск-Держинск погиб 46-летний мужчина. Его сбил автомобиль, ушедший в занос. А в Бресте всего за один час произошло шесть наездов на пешеходов. За прошедшие выходные на территории республики произошло около тысячи дорожных происшествий. Особого всплеска автоаварии по причине первого снега замечено не было. В то же время многие автомобилисты до сих пор не позабочились о смене шин с летних на зимнюю. Чтобы не стать участником так называемого дня жестянщика, опытные водители не дожидаются ни календарной зимы, ни тем более штрафов. Как чуть морозики похолодало, так заранее перебывать надо обязательно две оси. После плюс пяти и ниже надо побываться. Это нужно обязательно. Обязательно. Я за зимнюю резину. За зимнюю резину и погода. В ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег и ночные заморозки. А значит и на дорогах будет скользко. Алексей Кряквин, Александр Камович, Наталья Стельмах. Наши новости ОНТ.